Когда я пришел руководить энергосистемой страны, Кентал город получал, если они меня сейчас слышат, наверное, подтвердят, в день на несколько часов электроэнергию получал. Люди грелись грелками, они успевали греть грелки, на ночь с теплым грелками спали. Город Талагурган тоже в сутки по несколько часов электроэнергии давали. Алмата веерное отключение, это 96-97 год. Что было в нефтедобыче? То же самое, полный развал. И фактически там ключевая отрасль была фактически верхушка, просто брала нефть по заниженным ценам, продавала через офшоры, снимала миллионы долларов. Мы сумели вырвать страну из кризиса. Мы когда все это стабилизировали, мы поняли, что мы можем изменить страну. Я просто помню, в 98-99 год, когда Урас Жандоса был вице-премьером, а я был министром энергетики, индустрии и торговли, я был из реального сектора. Ураса, он с Национального банка, и он мне все время задавал вопросы, я ему объяснял. Вот мы можем вот так сделать, сельскохозяйство вот здесь вот так можем сделать. Мы фактически все были выброшены. Выброшены почему? Потому что мы уже были не нужны, потому что мы стабилизировали отрасли. И можно было тех же вчерашних коррупционеров или более удобных людей, которые выполняли желания семьи, собственно, самого Назарбаева, по уведению, там, скажем, часть национального достояния в карманы. Таких людей можно было найти, и они находились, они расставлялись. А те люди, которые занимали позицию принципиальную, не хотели в этом участвовать, они все были выброшены фактически из систем управления. И получается, что мы сделали свой вклад, мы фактически вытащили целые отрасли, нас использовали, выбросили, и Назарбаев сказал, а курс теперь пойдет на клановую экономику, на обогащение членов их семьи. Мы с этим были не согласны. Эта страна не принадлежала Назарбаеву, не принадлежит, она принадлежит нашим гражданам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова